Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Посмотрите на этот график, он просто прекрасен. Мы видим здесь, что цена биткоина дважды пыталась преодолеть 23 600 долларов. Это и есть новый уровень сопротивления. И похоже, что мы еще раз должны попробовать его на прочность. На сайте Forbes пишут, что цена биткоина достигла 20 000 долларов впервые в истории биткоина. Для всех биткоин-холдеров это воистину великолепные новости, а миллиардеры тем временем продолжают скупать биткоин на копления тех, кто осмелился их продать. Сегодня в криптовалютном мире происходят по-настоящему масштабные события, и поэтому сегодня мы поговорим о них. Конечно же, самая важная история на сегодня. Биткоин достиг 20 000 долларов, а прямо сейчас он стоит 23 000 долларов. После того, как биткоин пробил свой исторический максимум, говоря с оглядкой на историю, именно сейчас события должны стать еще более сумасшедшими, чем они уже были. После того, как биткоин пробивает сопротивление своего исторического максимума, движение приобретает исключительно восходящее направление. Однако, заметьте, в прошлые разы даже на бычьих рынках были коррекции на 30-40%. И факт в том, что если мы переключим на дневной график, то увидим, что биткоин идет вверх уже довольно продолжительное время. Так что не удивляйтесь, если мы, помимо прочего, увидим коррекцию цены или временную коррекцию. Кроме этого, посмотрите на два прошлых цикла. После пробития на тот момент исторических пиков зеленая свеча сменялась красной. Я вижу вполне логичным поход как минимум к 20 000 долларам для тестирования этой отметки уже не снизу вверх, а сверху вниз. Однако у биткоина есть масса причин, чтобы оставаться в позитивном тренде. Прежде чем мы перейдем к самой горячей новости дня, как я написал в названии видео, 1 миллиард долларов только что зашел в биткоин и эфириум, давайте быстро повторим пройденный материал. Поговорим о новом классе покупателей биткоина, которые появились уже во время этого цикла. MicroStrategy владеет 40 тысячами 824 биткоинами на сумму 797 миллионов долларов. Эта компания в общем уже заработала почти полмиллиарда долларов сверху своих вложенных биткоин средств в размере 475 миллионов долларов. Просто сумасшедшие прибыли. Вышесказанное не включает в себя то, что MicroStrategy недавно завершила выпуск конвертируемых ценных бумаг общей стоимостью 650 миллионов долларов, которые были созданы для того, чтобы эта компания могла и дальше инвестировать в биткоин. Я уже рассказывал вам об этом. Фактически только лишь одна MicroStrategy в общем вложила больше миллиарда долларов в биткоин. Сумасшедшие инвестиции. Все это может привести к тому, что 0,4% общего предложения биткоинов могут принадлежать только лишь MicroStrategy. А теперь осознайте это. MicroStrategy это лишь вершина айсберга для институционального фома, что мы сейчас наблюдаем. Вы можете сказать, что это несправедливо. То, что у MicroStrategy есть так много денег, что они могут купить настолько много биткоинов. Но вот в чем суть. Все абсолютно справедливо. Они берут все риски на себя. Если биткоин упадет до нуля, вы же не будете их спасать. Так что все мы берем риски на себя и сами отвечаем за свои собственные поступки в инвестиционном мире. Все это означает только одно. Но биткоин находится в новой эре. А теперь главная новость дня. Появился BitcoinKit, который раскрыл план инвестиций в 1 миллиард долларов США в биткоин. В этом его поддерживает британский миллиардер Алан Ховард. Алан Ховард это всемирно известный хедж-фонд инвестор. Он настолько же влиятелен, как и Рауль Паль, Рэй Далио или другие подобные личности. Вот сама история. Она очень длинная, кстати, но я расскажу вам самые важные моменты. Появился хедж-фонд, который, объединив усилия с Аланом Ховардом, сооснователем Бреван Ховард Asset Management, и после тихой покупки криптовалют на сумму более 600 миллионов долларов, стал одним из крупнейших биткоин инвесторов. Эрик Питерс, главный исполнительный директор OneRiver Asset Management, в интервью заявил о том, что он создал новую компанию для использования растущего интереса к криптовалютам среди институциональных инвесторов. В дополнение к их первоначальным приобретениям, у OneRiver Asset Management есть обязательства, которые в начале 2021-го доведут их накопление биткоина и эфириума практически до 1 миллиарда долларов. Ребята, это просто прекрасные новости. Они пришли к выводу, что биткоин станет хорошей инвестицией, но помимо этого стало довольно неожиданно, что их инвестиции в криптовалюты коснулись не только биткоина, но и эфириума. Питерс сказал, биткоин – это сдвиг поколения от старых активов к новым, и этот сдвиг только начался. Это правда, верите ли вы или нет, но мы все еще находимся на очень ранней стадии этого финансового сдвига, который включает в себя не только смену финансовой системы, но и радикальный сдвиг богатства. Питерс был очень осторожен в своих инвестициях, чтобы не спровоцировать взрывной рост биткоина и эфириума. Он выполнял все сделки максимально скрытно и аккуратно, и завершил на тот момент все запланированные покупки в ноябре, прежде чем биткоин достиг 16 тысяч долларов. Еще один инвестор из этого же фонда раскрыл свою позицию в биткоин. Он вложил 2,5% своего капитала, описывая его как мощную страховку против продолжающейся девальвации традиционных валют. Питерс обратил внимание на цифровые активы по той же причине, по которой предвидит приближающуюся большую волатильность на финансовых рынках. Сейчас процентные ставки мира равняются нулю или находятся около нуля. Фискальные расходы правительств в совокупности с долговой монетизацией центральных банков, что было основным способом стимулирования роста экономики, приводят к увеличению денежной массы в обращении. Последствиями такого увеличения денежной массы, по мнению Питерса, станут обесценивание валют и потенциальная инфляция. «Ковид-19 стал мощнейшим катализатором для моего перехода в новые активы», сказал Питерс. «И это самая интересная сделка, которую я видел за всю свою карьеру». Прекрасно, что подобные крупные инвесторы приходят к правильным выводам. К тем выводам, о которых все мы, биткоинеры, поклонники эфириума, да и вообще все подписчики этого канала, знаем уже многие месяцы, а может и годы. И говорим об этом практически каждый день. С каждым днем я все больше уверен, что мы двигаемся правильной дорогой и обрастаем целым рядом единомышленников, которых становится все больше. Лично меня это очень радует. Значит, моя миссия, как ведущего этого канала, не лишена смысла. На этом все. Меня зовут Богатейший Динь. Не забудьте поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне всегда очень приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте! До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова